Снова, смотрите, мы брали московскую компанию Покатную, и она, в принципе, была адекватной по цене. C300 уже была для нас тяжеловата, для нашего бюджета. C100 была очень доступная, но C100, видите, там битрейт. Мне кажется, для такой камеры могут битрейды побольше, там 24 мегабита максимум битрейт. С500, C300, там уже МО50 или больше даже. Но я считаю, что гонка этих мегабитов, все это как гонка мегапикселей в свое время была. Мне кажется, что для меня это не так важно. На самом деле важнее, насколько у тебя эта камера удобно пользоваться. Насколько она органично у тебя просто в руке лежит, потому что всегда чувствуется, когда я снимал некоторые камеры, которые ты берешь, такое ощущение, что ты каблуки одел какие-то, ты как-то пытаешься в них идти, и у тебя не очень получается. В этом случае, мне кажется, что C100 было для нашего проекта очень удачно выбранной камерой. А также, говорю, универсального, мне кажется, нет такого инструмента, что можно было для всех случаев взять. И кино документальное тоже бывает разное. Поэтому для каждой конкретной задачи надо как бы выбирать под свою задачу камеру всегда. А объектив для них специально пускают или от любого? Там бы… у них и bayonet EF такой стандартный. А переходите на это? Не, но если вы ставите объективы с bayonet EF, то никакие переханики не нужны прямо напрямую подключать. А так, в принципе, мне кажется, нет проблем, там один объектива заедет другую камеру, потому что этих переходников сейчас, еще там Китай подключился, там уже, мне кажется, все типы переходников, которые только могут быть, они все есть. А вот сейчас вопрос очень сильно в интернете, что лучше одна большая матрица или три маленьких? Ну вот говорю, вот фильм, как бы, в котором у тебя там очень много всего происходит, и тебе надо просто так вот не заморачиваясь махать камерой, и там одна рука у тебя занята раздвиганием там толпы как-то, да, то в этом случае тебе, конечно, как бы нужна маленькая камера с маленькой матрицей. Потому что маленькая матрица что дает? Вот я как бы фильм «31 рейс», который я снимал, вот на маленькую, на камеру с маленькой матрицей, я полностью сосредотачивался просто на событиях, которые вокруг меня происходят. Я просто, в моей задаче как бы входило просто, куда камеру направить, в какой момент. Я вообще не заморачивался, ни фокусировка, ничем. Маленькая матрица, она дает тебе большую глубину резкости. То есть, как бы, это и плюс, и минус, да, то есть, как бы, это, как бы, в принципе, по пластике, может быть, проигрывает немножко большая матрица, когда ты там за счет размытия заднего фона можешь еще как-то там создавать дополнительные какие-то, вот. Мне кажется, для некоторых фильмов это, наоборот, плохо, когда у тебя что-то резко, что-то не резко. Мне кажется, для некоторых фильмов, наоборот, классно, когда у тебя все резко. Поэтому камеры с маленькой матрицей, они, как бы, в этом случае идеальны, да, например. Если ты, как бы, больше какое-то кино на визуальной составляющей делаешь, то, конечно, тебе, наверное, нужна камера с матрицей большего размера. Но это от тебя требует больше каких-то, больше внимания к процессу съемки. То есть, как бы, ты… Просто большая матрица, она, как вы писали, дает очень большой динамический диапазон. Ну, смотрите, там, как бы, да, там дает, ну, как бы, много чего, какие преимущества. Но я говорю, что основное, чем она отличается от мани, на мой взгляд, как бы, понятно, что кажется в своем мнении, тем, что у тебя, получается, возможность играть глубиной резкости. Вот. Эта возможность играть глубиной резкости, это, как бы, дополнительный творческий инструмент, да. То есть, у вас, например, девушка в кадре заплакала неожиданно, да, вы, как бы, ну, самое банальное, можно резкость, как бы, там, на ее лицо бросить, да, можно взять резкость, увести, там, в этот момент, там, не знаю, на тарелку, например, на ее столе, да, которая стоит, вот, поэтому это, как бы, дополнительный какой-то инструмент, вот, еще вот, играть, как бы, поэтому, да, ну, у них большой применялся, в 100, у него большая матрица, большого размера, можно сильно, по-моему, мыть задники и все. Какая-то, по-моему, у нас есть, представляете, какая-то, по-моему, у нас нет. Ну, по-моему, полная. Вот эти вот, да, эти вот, я имею в виду, или другая, прям. Вот это все 100 у вас сейчас? И в каждом через 100. А, ну, вот. Ну, нет, у нее большая, большого размера. Ну, какая, наверное, у нас есть 300. Ну, у них одинаково, по-моему, размер матрица. У них все три одинаковые. Ну, она, типа, 135, по-моему, да. Саша. Супер 35, да. Ну, вот, может, я могу чем-то все сколько. Ну, здесь удобно все вынесено было. А, все сколько, больше, больше качество. Все сколько, больше, 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 больше. Я, в итоге, пользовался время монитором, да. Потому что у меня обратительно, у нас стоит. Но в данном кино мне проще всегда иметь возможность посмотреть, что происходит слева, что происходит справа. Потому что я могу тем самым заранее понимать, где развивать события, куда мне камеру направить. Через видоскатель мне такая манера стилистики неорганична. Некоторые, наоборот, любят через видоскатель снимать. Поэтому, если вы любите снимать видоскатель, вам точно камера не подходит в этом случае. Внешне всегда удобно. Ну вот не всегда. Есть яркая погода, например, там солнце светится. Но там все будет. Нет, в жаркую погоду видоскатель не очень, потому что потеет очень сильно. И вот этот гладок просто запотевает. Я только пробую. Что я могу сейчас вспомнить про камеру? Какие у тебя выборы объективов, потому что у тебя кропы нет? Потому что у тебя на панасонике кропы полный в два раза. У тебя фокус на ростане увеличивает. Поэтому если тебе нужен какой-нибудь, например, 28 фокус на ростане, то тебе надо объектив 14 в принципе иметь. Это не так просто найти его. Такой, чтобы он был приемлемым качеством. В случае с объективными спинатами EF у тебя, конечно, большой выбор. По размерам она больше. По размерам она больше, но за счет этого она чуть более солидная. То есть мелко, то что продолжается. По-моему, по ровным шахтеру, как вы знаете, я там сильно не знаю, но меньше. А что я как бы технически, честно говоря, не такой специалист, я просто должен порагать. Ровно не знаю. А? А? Да, там попробуем. Ну, прощай. Вот. А субъективно? Не, ну, как бы ручная, почему? То есть у меня есть возможность фокусироваться в автоматическом режиме, а то, как бы, фокусироваться, нажал запись, и она не снимает. А если ты ушами убегать, но там я сейчас прочитал, что они уже будут делать прошивку. Ты камера, отправляешься, там, с сайта-каном, в углубежках, она делала прошивку, а она, в общем, не взлящаяся у нас. Да, я перебросил. Отчаянему, как бы, не взлящаяся там. Но я нашел вот этот объектив. Хочешь? А, у меня не было. А, ну, вот это, конечно, что он, в принципе, удобно. Где-то все. Ну, в общем, он в общем, да. В общем, в общем, но, знаете, а, вообще еще важный функция, здесь еще и спитинг есть, на девушке. А, вот так же. Здесь есть питинг. А, вот я вспомнил, да. Ну, DLR уже нет питинга. А питинга такая штука... Питинг больше такая штука, когда у тебя веские функции, начинают подсвечивать. Он, как он, как он, как он. Есть, есть. Морк 3. Это? Просто тыкаем, когда снимал аппарат, там нет. Здесь, ну, как бы, это бывает, что у тебя не то, что маленький, мне кажется, что у тебя как резко. В общем, ты смотришь, он смотришь, он смотришь, и что, короче, где-то. Здесь у тебя есть возможность так, что она так будет подсвечена. Ты, как бы, уже лучше, ну, тут... Ну, она контурно свечена. То есть, при глаза вообще. Здесь много там настроиться. Так, кстати, есть история. Друзья, все вроде так. Вообще, я считаю, что... Да, субъективно, по сравнению третьей марки, насколько широтом отрицей больше у этих стоп? Ну, так, в стопах или в минусах, по ощущениям. Насколько диапазон больше? Нет, просто подумал. Знаете, она у меня стоп-поинт, недостатка. Недостатка, я не знаю, технический, технический, вот именно на плане работы. Что он пишет МТС файловый формат и VCRG, да? Что значит этот МТС, прежде чем с ним что-то работать, что с ним делать? Не знаю, там, может, конечно, там, пример его и ест этот формат, но тебе надо его, в общем, сначала, короче, условно говоря, там, из-за музики делать. Нет, понятно, уже все потом компрессия... Кошмарки, они, по-моему, уже пишут эту фразу, да? Не считаете, сколько ты ходишь? Не считаете, сколько ты ходишь? Да. Но это уже все потом пост-продакшен. А именно съемочную площадку, когда рука как цепаномер, допустим, видно, что есть проработка, есть проработка, сравнение марки, например, резистол, когда это не критично, допустим. Знаете, я рука цепаномер вообще никогда не держал, не знаю, как им пользовался, честно. Вот. И при этом я считаю, что это никак не влияет на... Мне кажется, важно в кадре то, чтобы он был интересным. Нет. Насколько он... С Марвелом есть очень простая техническая проблема. Он 150 минут через 12. Вот это вот просто капец. Ты пишешь синхрон, он останавливается и греется. Для постановочных схемов 12 минут... Нет, для доков. мы сейчас говорим про ДО. Конечно, мой взгляд, с точки зрения документалистов, он сделал большой рывок, перейдя вот к этой камере. То есть последней камерой была KNC-1, то есть на документальной площадке, когда я помню, приезде однажды KNC-1, когда еще снимали HDV, она выглядела как шаппл. Ну и в общем, герой не мог про нее забыть ни на секунду, даже спустя 20-70 дней, потому что он так не косился. Это, в общем, незаметная камера, на мой взгляд. Что мне еще понравилось по звуку, например, у меня был внешний микрофон, синхайзер, да, пушка. Она была у меня очень узкая. И... Вот, она была очень узкая. Я иногда, когда я себя только купил, узкую пушку смехайзера, снимал на аппарат, то я, как бы, потом понял уже, когда я отматывал материалы, что, например, девушка разговаривает с проектом. То есть я на проект сейчас как бы направил камеру, то я уже девушек практически не слышу. Поэтому здесь была возможность у меня, как бы, писать два канала. Для дорожки. Одно я писал узкую очень, да, а второй я писал вот на любом инструменте. Здесь проявлен микрофон не одна. А, а, здесь проявлен микрофон, который пишет широкий. То есть у тебя есть всегда возможность шоковаться в данной посте, то есть у тебя есть узкая, есть широкая. Крышка опять у нас. Вот. Вот. Ну, праздник, да? Сказали. Фокусировочку, расскажите, пожалуйста. Хорошо? Про фокусировочку, расскажите, пожалуйста. Все равно, насколько же от объектива зависит. Я не знаю, я правильно понимаю, что вы не будете прокурсить тихо, но я не взял, или не видите фокус, а не фокус. Поэтому, я всегда не фиксировал. Смотрите, а когда на сестой, по-моему, я доверял питернику. Да, да. У меня не было большого монитора. Я как бы, а пикинг, ну, ну, в принципе, не нормально. Мне кажется, такого размера, у меня не было такого, знаете, мне нравится желание, как бы, на DSLR, да, есть желание поставить внешний монитор, тебе намного проще, там, а здесь, в принципе, монитор такого размера, что у меня как бы, его хватало. И пикинг мне, в этом случае, как бы, помогал, и, его легко можно было отключить, выключить, и выключить. И при этом, все равно фокус попадает, да, даже на нашу наберелку? Нет, попадает точно. Я это говорил про DSLR, наоборот, когда на аппаратах тебе кажется, что у тебя фокусит. Да, знаете, что так армантом в аппаратах есть, что тебе иногда кажется, что у тебя сейчас классно не в фокусе, да, что она чуть разумует, а когда ты потом на большом экране смотришь, ты знаешь, что она не разумует, на самом деле, что у тебя очень сильный. В принципе, знаете, запросы, может, как особо нет, но можно так. Ну, есть вопросы? Давайте просто послушаем разных детей, а потом в живом общении не можем общаться. Саша? Ну, очень коротко, скажите, на какой технике вы работаете, для понимания? Ну, я работал, вам фаст-бренды интересуют, конкретно модели, вот, у меня была камера какая-нибудь с FF100, вот, и она, знаете, на комм даже баланс меня вручную настраивает, но при этом, картинка, как бы, на огромном экране она меня не доставка не сочаровала. Потом я снимал на Panasonic, H2, H3, вот, 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 ну, игровые проекты мы снимали там на Red Epic, и, ну, что мы сейчас снимали? А, ну всё, Red Epic. На Лекция? Само. Ну, но на кино, мне кажется, камеры такого типа коллекции, Red, они, мне кажется, игровые камеры, ну, или такое кино, но другая, например, если такой режиссер есть, мегаполис, снял смет рабочего. Если я правильно понимаю, на Мэйджике не работали, на Марковках 5 не работали, на ТЖК не работали? Нет, на Марке что-то мы снимали, да, тоже какой-то игровой проект, я документально не снимал. А на Мэйджике нет, на Blackmagic вообще даже не знаю. Но что-то я по отзывам слышал, что мои знакомые купили Blackmagic, и что-то сказали, что они на полке стоят, не знаю. Знаете, она красивая. Мне просто кажется, что для документального кино важно в камере все-таки надежность, потому что обычно едешь куда-то в экспедицию, какие-то условия непростые, и камера, которая требует к себе много всякого модульного подключения дополнительно, потому что можно было их снимать. Мне кажется, это как бы не очень правильный вариант для документального кино, которым мы занимаемся. Я самошу с Денисом, я тоже снимал на Blackmagic документальное кино, и что выигрышно отличает линейку MC тех же марков от Blackmagic, это эргономика, потому что я почитаю там ручную съемку, и понятно, что когда ты наворачиваешь вот этот вот риг с кучей этих три бомбасов, то ты, соответственно, становишься для героя интереснее, чем ваш элемент разговора. А снимать Blackmagic, то есть на Blackmagic со всеми его наворотами, вот, долгий Blackmagic, что-то угловато кирпич, а в эргономике речи идет никакой. И на самом деле такая же претензия к маркам. Вот, и для меня, например, C300 и C500 было открытие, ну, не открытие, а плюс в том, что это именно камера, то есть это эргономичная камера, компактная для документального кино, которую можно снимать долго и срок. Давайте мы перейдем, мы сейчас говорили про C100, сейчас перейдем про C300. Саша Иванова, оператор, который вернул из другой планеты совсем недавно. Эта планета называется Северная Корея. Я так понимаю, что, судя по фотографиям в Фейсбуке, у вас было две C300. У нас было две C300, здесь Миша Горобчук, еще один оператор. Точно, я тебя не видел на фотокарточке. Вот, мы снимали, мы с Виталием Манским. Ой, прости, это будет чайки. Ну ладно. С Виталием Манским мы снимаем сейчас большой полнометражный проект из Северной Кореи, у нас планируется три экспедиции, мы только что приехали из первой. Для картины мы подумали и выбрали все-таки C300. Вот, собственно, моя задача рассказать сегодня почему, и опыт работы у нас в две недели. Вот, я вам расскажу, почему мы приехали очень довольны этой камерой. Так, значит, у нас вообще для документалистов первый вопрос всегда – это вопрос именно камеры документальной для документального кино. Потому что для икрового кино более-менее разобрались, то есть есть Реда, есть Алексы, как-то этот вопрос решен. Телевидение и телевизионная документалистка тоже как-то свои вопросы решила. А вот для документального кино камеры очень долгое время не было. Что я поднимаю? Это должна быть маленькая надежная камера с сенсором Super 35, то есть с нормальным полноразмерным киношным сенсором. Камера, которая позволяет ставить на себя нормальную сменную оптику и киношную оптику на PL-Bnet в том числе. Камера, которая не шумит. Камера, которая обладает абсолютно стопроцентной надежностью при работе в плюс 30, в минус 30 и так далее. Вот такой камеры очень долгое время не было. И когда появилась C300, как бы у многих не относились, мне кажется, с подозрением. И за ее параметры все-таки записи. Потому что вы поймите, что кино – это вопрос как бы копии финальной. И киношная копия – это копия DCP, то есть копия, которая имеет разрешение 2K. Соответственно, если мы говорим о Full HD камерах, таких как серия C100, C300, мы материал скейлим. И вот для меня был вообще вопрос, как мы будем эту камеру, соответственно, применять для нашего фильма. При том, что, естественно, мы снимаем фильм для большого экрана, для киношного экрана, для проката. И вообще к телевидению как бы имеем весьма посредственное отношение. Вот, поэтому, собственно, первый вопрос – это был вопрос эргономики. Камера выполнена в форм-факторе ручной камеры. И я сначала очень ругалась, почему нельзя было сделать плечевую камеру и так далее. Оказалось, что… Да, и как бы оказалось, что ей действительно очень удобно работать с рук. Оказалось, что ей не нужен никакой риг. И мы очень часто видим C300 в интернете, обвешанную, просто всю увешанную со всех сторон ригом, дополнительными ручками, визиром сделанным у моего монитора, который здесь стоит. Оказалось, что все это не нужно, что камера абсолютно прекрасно приспособлена для съемки с рук. У вас три точки опоры, правая ручка, визир, подбородочек вынос впереди, как бы больше ничего не нужно. Мы использовали для съемки с рук объективы со стабилизатором, фотообъективы Canon, это объективы серии L, это 24105, 4 со стабилизатором, это 70200. И они отлично совершенно, так как они рассчитаны на полноформатную матрицу, они сделаны для фотоаппаратов. Соответственно, стабилизатор на более маленькой матрице работает гораздо лучше. И мы снимали 24 миллиметра, на мой взгляд, у нас с Мишей получалась практически статичная штативная картинка, при том, что мы снимали с рук. У меня просто многие операторы спрашивают, как можно C300 снимать с рук без ключевых упоров, и что для этого нужно. Вот я отвечаю на этот вопрос и вам все это рассказываю. Можно, камера собирается в очень маленький эргономичный комочек, который можно кинуть в рюкзак, а при этом вы имеете возможность снимать практическую статичную картинку с рук. По-моему, это шикарный вариант. Так. Дальше у нас был вопрос очень серьезный, так как мы с Мишей работали вдвоем очень плотно, для нас, то есть снимали имеется в виду. Был вопрос обслуживания камеры без ассистента, обслуживания в одиночку. Перетаскивание, соответственно, всего камерного комплекта в одиночку и так далее. Камера обладает очень высокой автономностью. В нее заряжаются сразу две карточки. Если это две карточки по 32 гигабайта, вы имеете 164 минуты материала. В принципе, этого хватает на целый день. Но положить запасную цепь карточку в карман проблемы большого не представляет. Для камеры нужно на целый день работы всего два аккумулятора. Можно даже два маленьких аккумулятора BP-955. Если уж нужно прям 100% защититься от разрядки, то можно просто вторым аккумулятором взять повышенные емкости BP-975. То есть большого комплекта таскать не надо с собой. Камера, соответственно, этого хватает на полный день съемки. Камера оказалась вообще непривередлива к погодным условиям, не к жаре. Мы снимали при минус 10, там не дала ни единого сбоя. При мелком дожде никаких проблем не было. Соответственно, как-то там герметично, видимо, сделан корпус. Вот. Так, этот вопрос мы решили. Да, у нас были частенько проблемы с электричеством в Северной Корее. Поэтому для нас полностью заряженный аккумулятор, который мог продержать камеру целый день, в съемочном состоянии был такой серьезный. Вопрос. Мы использовали старые аккумуляторы серии BP-950 и 970. То есть, если кто-то снимал на серии XH, это HDV, и у него сохранились эти аккумуляторы, то они подходят идеально. И, в общем, у нас тоже с ними ни одного сбоя не было. Все хорошо работает. Так. Вопросы по управляемости камеры. Все, кто снимал на Alexa и Red, прекрасно знают, какие проблемы возникают при съемке на улице, на солнце, какие там бутерброды из ND-фильтров надо иметь, количество типов этих ND-фильтров, вход ниррор и так далее, сколько все это стоит. Вот здесь встроенный ND-фильтр механический. Это дико удобно. И когда мы привезли в Рентакам собирать камеру, еще дополнительно к ней брать оптику и обвес, вот мне кажется, они с завистью на нас посмотрели, потому что у них целые ящики разных-разных фильтров, 4х4, необходимость компендиума, все проблемы связаны с лишним установленным стеклом перед объективом. Здесь это все решено идеально. Дело заключается в том, что камера имеет чувствительность на эти 800 единиц. Это та чувствительность, при которой она выдает самый широкий диапазон динамический и цветовой. То есть это та чувствительность, на которую надо стараться всегда снимать. Если ниже и выше, соответственно, контраст увеличивается, цвет передачи немножко изменяется. Поэтому со встроенными ND-фильтрами решить эту проблему, собственно, несложно. Значит, это технологический по ND-фильтрам. Дальше у нее действительно есть... Все, кто снимал на марке и мучился с синистайлом, знают об этой проблеме. Здесь встроенный CinemaLog логарифм. Это алгоритм внутреннего, значит, обсчетного изображения, который дает, в общем, то, что можно назвать цифровым негативом. Удобство состоит в том, что здесь ты устанавливаешь CinemaLog, но чтобы не видеть эту серую бесцветное изображение видоискателя, здесь есть возможность установить лут на видоискателя, на монитор, который без записи на карточку будет тебе показывать контрастное изображение, чтобы легко переводить фокус, и чтобы можно было приблизительно себе представлять, как изображение будет выглядеть после цветокоррекции. Также, соответственно, в помощь для фокусировки все пикинги там все включено, то есть она нормально сделана в этом плане. Что касается экспозиции, все, кто снимал на марке, наверное, тоже знают о проблемах с экспозицией, которая там возникает, собственно, как увидеть пересвеченные зоны, как увидеть недосветы. Здесь есть waveform, здесь есть scope, здесь есть вебра настраиваемая. Все это очень удобно. Единственное такое большое неудобство, мы, к сожалению, в Северной Корее всего разных причин вообще не имели возможности пользоваться монитором. Только видоискателем. И две проблемы. Видоискатель действительно лучше, чем у C100. Претензий к нему, естественно, меньше. Но проблема в том, что waveform видоискатель, к сожалению, здесь не включается. Он включается только на мониторе, это первая проблема. Вторая проблема, с которой мы с Мишей сталкивались довольно часто, это проблема расположения информации в видоискателе. К сожалению, вся необходимая информация перекрывает практически все изображение. И, к сожалению, здесь есть двухступенчатое отключение информации в дисплее. Слава богу, вот снова прошивка они реализовали. То есть при первом выключении мы выключаем всю информацию, но остаются маркеры, то есть, допустим, формат 1.85, маркировка. И при втором нажатии кнопки у вас существует вообще вся информация. Вот было бы круто, если бы еще содержалась информация о запуске камеры. Потому что отключаешь дисплей, и у тебя пропадает информация о том, что камера запущена. Евгений. Я сняла два великих кадра, а камера была не запущена. Что не снято, того не было. Я надеюсь, контакт-репорт будет. Парни японцы сделайте уже. Инженеры, конечно, мне скажут, что там куча лампочек. Там действительно куча лампочек сигнализации о том, что камера запущена. Но это внешние лампочки, с ними работают люди, которые работают с внешним дисплеем. Это первое. Второе, для документальных героев мы их все заклеиваем. Эти лампочки, чтобы они не видели, что камера запущена, и вообще, когда она запущена. Потому что 164 минуты камеру можно оставлять запущенной, в общем, фактически все время. То есть она не стопится, в отличие от марта? Да, конечно, она не стопится. У нее, да, многие спрашивают, это действительно так. У нее плавный переход с карточки на карточку. У карточки не надо переключать. Если на какой-то карточке заканчивается место, она автоматически переходит на запись вторую. Возможно, запись одновременно на две карточки. На тот случай, если у вас с первой что-то случится. На второй, соответственно, запись будет полностью скопирована и сохранена. Это иногда тоже бывает нужно. Я хотела еще поговорить. Дело заключается в том, что для меня был вопрос, опять-таки, то есть первый вопрос технический, который для меня был, то, что эта камера пишет Full HD, она пишет контейнером XF, кодек у нее МПК-2, 50 мегабит в секунду поток. Значит, проблема, что это вообще за кодек и дает ли он то качество, которое мне нужно. И вопрос был, то есть мы все понимаем, что есть технические вопросы, вот, матрицы потоков, возможности записи, процессоры и так далее. Есть возможность оптики, разрешающей способности, цветопередачи и так далее. И есть зоны, где они перекрываются. Вот мы снимали, один комплект у нас был легкий, соответственно, с EF-линдами, с фотолиндами. Второй комплект у нас был тяжелый, под PL-байонетом камера, соответственно, мы брали у Canon Lightweight Zoom X-Series 30105, и мы взяли CES дискретную оптику, CES Standard, если кто-то помнит, старенький, и CES Super Speed 1.3, соответственно, 24-18 мм. Вот что я хочу сказать. Возможности записи этой камеры, то есть люди скажут, что это кодек, то есть компрессированное изображение, что поток не такой большой, как мог бы быть. Вот линза EF, она не раскрывает все возможности даже этой записи. У нас, конечно, гораздо лучшие результаты получились на кинооптику. И по резкости, и по детализации, и фантастическая цветопередача. То есть я хочу поговорить отдельно про эту оптику. Много сейчас Lightweight Zoom делают разные фирмы. Fujinon, CES, Angineo, вот теперь Canon. И как бы в Canon что удобно? Вот они делают пока два, к сожалению, только объектива. Это 15-47 и 30-105. Я надеюсь, что они сделают что-нибудь типа 70-200. Значит, в чем удобство? В отличие от своих собратьев, объектив весит немного. 2 килограмма 200 грамм. Он имеет дырку 2,8, которая не меняется. Он имеет дистанцию наводки 0,6. Это очень удобно, 60 сантиметров. Его собратья аналогично имеют наводку где-то 80 сантиметров 90. В документалистике это не очень. Так как он 2 килограмма 200 грамм, в принципе, его можно устанавливать на камеру без поддержки. В общем, в целом, если это сильно нужно. Им совершенно спокойно можно пользоваться без follow-focus, несмотря на то, что там оборот 300 градусов кольца. Его можно обернуть и руками. И там есть такие палочки, как кто-то помнит, если кто-то помнит. Киношники, да, палочки, которые позволяют вообще в одиночку сделать полный оборот от 0,6 до бесконечности. Это удобно и здорово, и круто. Конечно, камера приобретает в этом размере немножко такие уже черты киношной камеры, и, может быть, привлекает больше внимания. Но так как у нас не было вопроса наблюдения в Северной Корее, у нас вопрос внешнего вида камеры, мне кажется, был полностью снят. Поэтому претензии, на самом деле, могут быть только видоискатель, у него бы чуть-чуть улучшить, и камера, наверное, бы пошла. И еще у нас такая была проблема. Здесь, к сожалению, в отличие от C100, действительно, не устроены микрофоны. Это правда. Здесь есть возможность поставить микрофон сюда на целый выход. Здесь есть возможность снять вообще всю эту ерунду и поставить микрофон сюда, в том, где ухты на мат. Здесь есть входик внизу. Вот. Он немножко сложнее правится. Я имею в виду, уровень его надо... Если здесь есть управление внешне, то этот вход правится внутренней камеры. Ну, в принципе, микрофон требует какой-то одной настройки, или на целый день работы, если у вас не имеется место работы. И, в общем, это проблема... Ну, потом я сразу скажу, что я сторонник записи на внешние устройства, звук, который пишет камера, это только черновой звук десинфронизации для меня. Поэтому, в принципе, наверное, это не такая большая проблема для меня. Вот, что я хотела вам сказать. Если у вас есть какие-то вопросы, подсоединяйтесь. Ну, все, мы решили. Поздравляю. Я не знаю, что кнопку нельзя отключить в записи сейчас, чтобы она не горела, не пугала героями. Нет. Все можно отключить здесь. Да. Оно не будет гореть. Если отключить... Я не знаю, отключаются диоды, программа может отключаться, или заклеить черный шаг, а не отключается. Я думаю, что диодная сигнализация... Если их заклеить, то смысл в том, что вообще непонятно будет. Запустил ты камеру или нет. Если ты убираешь из дисплея всю информацию. А, ну, потому что да. Потому что... Это, на самом деле, очень важное замечание, с которым я тоже столкнулся при эксплуатации. Вам, наверное, есть выход тайм-кода, да, для синхронизации внешнего устройства? Здесь есть выход тайм-кода для синхронизации с внешним устройством. Сейчас у меня, на самом деле, вот у нее есть тайм-код. У меня была проблема, что у меня на звукозаписывающем устройстве не было тайм-кода. Но можно установить тайм-код-генератор сейчас и писать тайм-код на одну из звуковых дорожек устройства. И потом специальная программа его оттуда вытаскивать. Но для этого нужен внешний тайм-код-генератор. Ну, это, в принципе, тоже небольшая проблема. То есть, перевешивается до маленьких операций. А в тайм-кодах подключается, да? Не подключается он радио, передатчик, соответственно, вы один передатчик вешаете на прибор, второй ответный на устройство. Ну, единственное, что надо сводить, проверять надо там три раза в день. Если есть звукорежиссер на площадке, то это просто. Если нет... Но, в принципе, я должна сказать, что если у вас достаточно нормально записана черновая фонограмма и есть установка хотя бы по числу и по времени, приблизительно, не секунду в секунду, но приблизительно, то PureLize справится с автосинхронизацией, если вы ему положите кусочки, без проблем. Абсолютно. Полторы тысячи стоит программа. Саша, можно изучить моего объектива? А, я вот про них только... А, ну вот эти объективы. Вот мы работали на 30105. Вот он, видите, он небольшой. Он очень легкий для своих возможностей, для 30105, поверьте мне. У меня есть братья по 6 килограмм. Вот, значит, у него действительно 2,8. В зависимости от зуммирования она на диафрагме не падает, не меняется. Эта диафрагма, что очень важно, на мой взгляд, остается... То есть, изображение остается достаточно резким даже на диафрагме 2,8. Он очень хорошо переживает внешние засветки. То есть, мы на него не ставили серьезных компендиумов никогда. Мы ставили только блендочку. Кто знает, это вот LOS 5, бленда Ария такая. Ну, в принципе, так как у нас было много интересных проблем в Северной Корее, мы иногда и ее снимали. И, в принципе, он с засветками справлялся гораздо лучше своих дискретных братьев, о которых я говорила в серии CES. По резкости, по цветопередаче все идеально. Достаточно комфортно это фокусное расстояние, на мой взгляд, 30, 105. Хотя широты, понятно, 30 не всегда хватает. Но, в принципе, мы просто... Есть брат. Да, у нас его, к сожалению, не было. Тут была пустая катастрофа. У него есть вот... Да, брат. Он тоже, видите, они сделали два зоны с перекрывающими, с не продолжающими друг другу фокусными расстояниями, а с перекрывающими. Это удобно. 15, 47, 30, 105. Будет еще брат 70, 200. Все, тогда претензии меня с моих все будут сняты. Вот. Соответственно, он действительно достаточно легкий для того, чтобы быть установлен на PLBN без поддержки. Хотя здесь мы видим, для этого есть резьба. Или там для поддержки сюда. Но, в принципе, его можно установить. То есть он не вырывает байонет. Силы PLBN хватит, чтобы его удержать. Вот оборот. Вы видите, фокусировочного кольца достаточно большой. Это 300 градусов. Но так как вы очень редко будете делать переводы с 0,6 до бесконечности, а работаете в основном диапазона метров, вы видите, что руками, в принципе, все будет реально без полуфокуса. Здесь есть резьба под палочку. Вот. Палочка. Вообще, резиночку можно не делать полной обороты. Вот. Ну, и как бы мы, я скажу честно, все клали в фото маленькие кофры мягкие. Эта камера вообще туда идеальна получается. Эти товарищи тоже туда влезают. Вот если их валетом напихнуть. То есть в обычный фото кофры LV Pro там типа Nova 200, там, я не знаю, Nova 190. Все это влезет и переведется. Не надо больших и тяжелых, как мы привыкли всех в кино. Вот. Так что я просто… Мы еще сейчас будем, конечно, решать этот вопрос. Но мне на самом деле не терпится на этот объектив по работе, потому что у нас как раз очень не хватало. Широкоугольник. Он у нас… Да. 15,5,47. Вот. Ну и главное, чтобы видеть они одинаково по размеру. Это очень удобно. Почему? Я объясню. Потому что мы все-таки, естественно, ставили суппортами, так как это не наша оптика. То есть были суппорта, была поддержка вот здесь для объектива. И если объективы одинаковые, одинакового внешнего фром-фактора и одинаковой длины, просто их замена убыстряется в разы. Потому что ты не двигаешь суппорта, ты не двигаешь по высоте. Эту поддержку просто вынуло вставил. Вот. Это удобно. Ну и я скажу, что вот мы сравниваем с оператором, конечно… Я, как бы, конечно, не удивлена, что он сделал фотооптику, но я очень удивлена, что он сделал дискретную ЦЕС, особенно Суперспит-18 по качеству отображения. Вот это, конечно, интересный вопрос. Я не ожидала… Дискретники априори должны быть лучше зума априори, но так не случилось. Он, наверное, контролл уже лучше отработал, чем дискретник? Он отработал… Понимаете, он отработал во всех условиях лучше, чем дискретник. Вот во всех. И по цветопередаче, и по засвет, и по цвета рассеяния. Вообще, в принципе. Т.е. когда у тебя на 18-м без каких-либо причин, без солнца вообще в кадре появляется растворчатое фиолетовое пятно во весь кадр, и ты просто не знаешь, от чего его перекрывать, потому что солнца-то, собственно, нет, и ничего туда не светит. Но это вот вызывает некоторую опасность. Цветопередача еще… Ну, т.е. когда ты так смотришь нормально, когда ты сравнишь, передача очень хорошая. Очень хорошие, мягкие, очень хорошие, мягкие, тонные цветопередачи. А так как в Северной Корее были очень такие действительно по цвету сложные вещи, тонкие, я бы сказала… Вот, конечно, хотелось бы иметь оптику, которая может все вот эти вот вещи передавать. И там, надо сказать, что там люди ходят толпами, не встроем, можно так сказать. И, конечно, хочется в этом строе, в этой толпе увидеть человечков отдельно. И вот этот оптик позволял это сделать даже при параметрах записи C300, которые кажутся невысокими. Много вопросов по сравнению с Mark II и Mark III. То фотоаппарат, а это камера. Все, что должна иметь камера, здесь есть. По качеству записи вы можете писать на Vimeo, на YouTube, и много сравнительных тестов. Понятно, что он дает больше четкость, больше детализацию, больше динамический диапазон и т.д. и т.д. Ну, поэтому их разница в соединении. Достаточно серьезно. Спасибо. Спасибо. Ну что, из Северной Кореи мы перенесемся к Олимпиаде. Оттуда вернулся Артем Сергеевич Полосатый. Он там работал на нескольких камерах, мы все-все хвалим Canon. Это не один, вернулся с Олимпиадой. И группа поддержки. По-моему, еще и на Уральского вернулся. Поэтому они снимали и на Canon, и на REC. Немножко посыпем, наверное, соль на рано, если это необходимо. Соль на рано. Поговорим про пререк для съемки спортивных состязаний. А он есть. А он есть три секунды. Три секунды. Артем, расскажи про свой опыт из темы другим. Мне, конечно, очень сложно после коллег, настолько исчерпывающих, такой прекрасный анализ и камеры, и оптики что-то рассказывать. Но, тем не менее, моя любовь к Canon началась когда-то в 90-х годах, когда у меня был фотоаппарат Nikon. А потом мне бывал в руки фотоаппарат Canon 50. И вот эта возможность управлять диафрагмой кольцом одной рукой сразу заставила меня продать свой фотоаппарат Nikon. Вот. Тем не менее, потом Canon почему-то сделал камеру, которая называлась XL, которая была не предназначена для съемки кино. И, значит, позиционировалась, что вот, наконец-то можно, значит, Canon скидер сажать на видеокамеру, как круто. Все помнят, что у нее не видно было вообще ничего. Пассировка была невозможна как явление. Она выглядела, как сказал, в космический аппарат. Съемка документального кино прекращалась, как кто-то доставал ее из кофра. Потому что она была красного с белым цветом исполнена. Вот. В отличие, например, от этой замечательной камеры, которую у меня первая ассоциация, когда я увидел, была с конвасом. Потому что по эгономике даже тот подбородок, как ты любовно его назвала, очень похожий, как бы и ручкой. Вообще он очень похож на конвас. Это мило такое. Что еще? Ну, какие-то тонкости, не знаю. Да, ну и вот, собственно, мне-то выпало про пятисотку рассказывать. Но настолько я говорю, что... Да, значит, получается, что Canon захотел выступить в трех категориях. И 4К запихать в ту камеру тоже, да? Но пока не очень получилось запихать ее внутрь, и поэтому нам приходится общаться с внешними рекордерами. Сегодня, если кто уже успел посмотреть, здесь представлен DC-7, который является хайлайнером, наверное, сейчас на этом рынке. Я так понимаю, он или первый в нашей стране, или один из первых? Второй. Второй. Вот. Он абсолютно сырой. Сами ребята, он на... У рентофото стоит на стенде. Мы очень так все посмотрели на него. Там картинка зеленая, они сами ничего понять не могут. Управление, мягко скажем, непонятно. Но, тем не менее, есть та же, которая уже более-менее обкатана. Если мы говорим о 2К и о 4К, да? Хотя, конечно, хочется, чтобы 4К более писала в себе. Передайте. Передайте. А пока помучаемся с рекордерами. Да, я могу рассказать про длинные аддиктивы, которые настолько же хороши, насколько короткие. Потому что нам на Олимпиаде снимают спортивные события, поскольку мы были очень ограничены в перемещении по месту действия. То есть были закреплены определенные точки, перемещаться между которыми зачастую вообще не было никакой возможности в силу разных вводных. Потому что это были правила игры. Поэтому очень много мы снимали на дискретную длиннофокусную оптику и соединяем их в длиннофокусном расстоянии. Ну вот, я влюбился в объектив 30-300, потому что это, я согласен, что 25-250 NG, в общем, гораздо менее и удобный объектив, и 25-290. Ну и он тяжелее, если не изменяет память, при изменении фокусного расстояния у него происходит, чего не происходит негатива. Ну хорошо, в сравнении с РЭДом, во-первых, РЭД стоит 2 раза дорого. Аргумент? Ну, если есть деньги на РЭД, можно купить РЭД. Если денег на РЭД нет, можно купить. И мучиться с рекордерами. Опять же, я считаю, что об этом уже сказали все, я об этом тоже не могу сказать, потому что эргономика настолько интуитивна и понятна. С одной стороны кажется, что, о боже, сколько ни кнопочек туда напихали, значит, два колесика, куча кнопочек, как же в этом все разобраться. Но если у тебя до этого был аппарат Canon, никаких не возникает вопросов. Все очень интуитивно, все очень понятно. Меню, лично для меня, все предельно ясно будет. Очень важное было замечание по поводу того, что эта камера может работать без рига. Действительно очень важное замечание. 500-ка не имеет такой замечательной ручки. Но, тем не менее, за блок, в котором у него спрятан процессор, электроника вся и выход для рекордера, значит, за него тоже можно достаточно ловко ухватиться рукой. Он греет мороз. А? Греет мороз? Да, там сынных морозов не было на ребляде, так что пока не согрел, но, в общем, греет мороз с одной стороны и с другой стороны. Будем надеяться, что не будет шуметь. Новые прошибки. Можемент, да? Выключенный, да. Ну вот, хорошо. Прекрасная верхняя ручка, значательная. Никто почему-то не сказал. Я был в восторге того, что в любую плоскость можно развернуть бюленитор. Как бы ты ни снимал, снимая, я еще на пятисотку снимал игровой фильм, там, значит, вцена машинниц рук, то есть опирается под лобовое стекло в угол голое боди, разворачивается ты сидишь на пассажирском сиденье. Идеально визировать, как бы все. Ну, то есть верхняя рукоятка суперадонимична с этим монитором. У меня, когда концом как раз ты отключаешься на задоискательнике проектов. Я, правда, не знаю, что бывает еще после. Все ваше сказано. Ну, может быть, чуть покажете? Да. Ну, что-то не документально, а разве что заготовлено. У нас, как такой рояль в кустах, есть несколько съемок на Си-500, но это не документально. Это документальные съемки, это съемка с игровой площадки, но и это Си-500 на стадикаме оператора, а с тем полосатый. Вот что-то из этого можем вам показать. Это там, я не отбирал, там лучше, не лучше дублика. Ну, здесь проект, короче, не совсем правильно показывает. Не так. У нас открылась. У меня, соответственно, пола тоже на большом экране посмотрите. Ну, какой аппетит. Атем, комментируй, да, потому что звука тут нету, тут только в архиве. Подождем, коррекция дискретная. А вы, вот этот Си-500, с каким рекордером вы снимаете? Это Аджи-Кико. Аджи-Кико. Да, да, да. А вы снимали на 2К или 4К? На 2К. На 2К. Соответственно, снимаете прорез 4-4? Да. Да? Да. А почему вы отказались от Джиминаи? Почему не снимали дорогу? Ну, у нас такая была изначально исходная вводность, что у нас была Аджи. Это сгонная срока. У нас была очень легкая. Наверное, что в ней пострадали, что мы не могли отгадаться. Скажите, пожалуйста, на Аджи, я так понимаю, в гумииточке все равно появляется изображение, которое снимается. А его можно как раз вытащить? Или она теряет это управлять? Вообще, сигнализация внешняя, она как-то диаспортная. А можно для этого? Да. Я просто не сталкивался. Меню я не видел. Специально мне было неинтересно. Подозрение, что это нечаянтипрооператор. Я сейчас в меню вспоминаю. Мне кажется, лучше поговорить. Мы проектор мы передаем. Мои контрасты. Мы передаем. До свидания. – Прошу 2К. 2К, 1РС, 2К. По оптиминадку, длижетним. – Слушай, ну, вот последнюю смену мы сняли на один этот, я там не подсчитывал. точно все мне кажется, что примерно она в себя пишет я не задащил с этим вопросом мы снимали себя немного подчас навел задачи отсняли притом это не все еще как мы же потом перешли на в общем доп.станция для ажи микродная она на каком вот она на USB трена у меня вопрос еще такой вот Сонька столкнулся с такой проблемой что ты снимаешь какое-то мероприятие надо, чтобы она постоянно снималась а максимальная запись файла всего 2 гигабайта идет а если она 2 гигабайта отсняла и на другой перешло уже получается стык очень сильный и очень заметный в Канаде во первых я могу сказать что поддерживаются карты любого существующего объема которые есть а в принципе мы говорили с нашими коллегами из сам диск компании теоретически поддерживаться будут карты до двух терабайт когда она появится поэтому не бьет не бьет файлом по 2 гигабайта и просто пишет целиком более того при переходе с карты на карту а как же вы потом предположим тот же самый видеоредактор закидываете ну да так закидывается а смотря в чем монтируется в премьере в премьере не знаю если вы используете final cut или допустим тот же премьер ну или под маком еще где-то но таких проблем не возникает проблема с объемом файла была на windows xp там где файловая система ограничения имела на размер файла сейчас если вы ставите на мак неважно там final cut или premier или avid да таких проблем нет коллеги мне кажется что вот тут мы так много хорошего сказали про canon а я все таки считаю что нужно донести до canon недостатки потому что редко у нас такие штуки случаются когда люди вот взяли canon сходили с ним в поле собирали как положительные так и в общем отрицательные подзывы хотим рапид 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 давайте два два слова о рапиде значит вот тот одиссей который уже посмотрели значит одиссей будет делать рапид 120 fps в формате до квад х то есть 3840 на 60 значит пока сейчас все одиссеи которые есть они с первой версии прошивки которая не поддерживает наверное процентов 80 из тех функций которые должны быть в этом устройстве в том числе и slow motion и работу с форматом half row то есть одна из особенностей c500 в том что она может работать не только в ров или в квад hd то есть 4096 или 3840 но у нее есть еще формат который называется half row значит в чем его смысл ну вот представляете себе hd кадр навык навык это 3840 вы можете кадрированием двигать по этой картинке и получать виртуальную панораму то есть условно если вы сняли какое-то там допустим действие тем более сломался там не знаю там бросок удар выстрел все что год то вы можете не просто смотреть на нем но и вручную сами панорамировать следить за ним то есть это мы дополнительные творческие такие возможности дает вот сожалению режим half-row сейчас доступен для записи только на кодексе то есть из всех рекордов которые есть это только кодекс ну который пишет на ари и он может писать 120 fps вот в этом формате half-row все эти особенности они будут джимина симки но будут позже то есть в текущей версии прошивки они просто не реализовали но они есть в списке виш-листе а сама камера она может выдавать 120 fps и в квад hd 3840 на 260 проблема только в доступном рекордере который может записать то есть камера может нет 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 мы говорим не о прошивке мы говорим о разных опциях кодеков которые идут к одессе 7 к то есть базово в одессея он идет так скажем голое устройство которое может писать там в hd и к нему могут докупаться кодеки для ари для соневского raw для каноновского raw то есть разные поэтому это сделал некий такой выбор для пользователя с чем он хочет работать поэтому как вариант можно купить там для ари съемки там канон ролл еще чуть вот но это не прошивка прошивка одессея все бесплатно естественно обновление мы говорим только про raw опции в текущей да потому что это некий такой выбор по их логике да то есть производители они оставляют за пользователем возможность выбора кодека и конкретной камеры на которой они хотят в рову снимать производитель аппарата то есть кто разработал приходы к км да 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 но я не знаю как насчитали к нам разработает и что еще можно сказать сейчас сейчас в этой текущей версии прошивки одессеи может писать только в ров и только в 4к не в квад hd соответственно 30 или 25 кадров прогрессив поэтому если говорить вот про максимально доступное качество которое ну которое нам дает ров значит раньше для этого нужно было использовать либо джиминай 444 либо кодекс сейчас можно использовать одессе 7 и он будет писать про у меня здесь есть фрагменты мы снимали на свой все тестовую запись одессе и семки и для работы с ровками на есть специальная утилита называется road development утилит в которой можно сразу загружать секвенцию которая у вас есть из последовательности кадров и сразу крутить яркость там еще что то то есть это некий такой при при коррекции которое можно сделать а потом эти материалы можно отконвертировать в прорез можно отконвертировать dpx и работать уже стандартном workflow dpx в принципе по работе с ровом ничем не отличается как мы с любым ровок который там и ожидаясь на набер будет объявлено что давинчи будет поддержку нативная то есть это возможность работы с камерой то есть не потребуется там это преобразование в dpx и хотя когда я общался с колористами они говорят что они даже вот редовский ролл переводят там dpx и потом работают просто с ним так меньшая нагрузка на систему это кодиссея я думаю я думаю что так как у нас в индустрии я думаю что так как у нас все привязано к выставкам то есть это наби и бисе я думаю что на наби с большой долей вероятности анонсирует какое-то обновление прошивки ну то есть это момент которым все производители что-то готовы и кстати могу сказать что к на тоже будут какие-то анонс наби это будет большой долей вероятности тайной секретной информации вот это будут киношные объективы сервопривода то есть с возможностью зуммирования на ручке как это на обычных тжк объектив это некий такой но не ответ о мире а шаг вперед но такая предварительная информация скорее всего это да но на на аналогичные линзы хотя вот с этими женам узкими линзами там ну не все так хорошо который сервоприводом которые ставят на амиру вот начиная с того что они стоят вот как чугунный мост и заканчивая тем что у них и дыхание есть и в общем всякие другие не очень для киношников такие хорошие моменты скажем отрицательные моменты мы посмотрим что получится у кэма по крайней мере ожидаем что такие объективы будут анонсированы в своем будем рассчитывать как бы заболевать все истории с четырех каждых рекордеров нет таких рекордеров ну все все может быть все можно сказать то есть на самом деле когда я общался с одним из разработчиков вот камеры и стоял вопрос почему не сделали внутренние рекордеры в 4k хотя на 1dc 4k пишет сам на себя на компакт-слейшн ну вы знаете есть фотоаппарат 1dc который 4k но мошен джипег пишет сам на себя причем он использует не процессоры видео которые стоят тут видеокамера диджик 9 да он использует просто диджики которые стоят фото камера которые менее производительные чем видеопроцессор но идеология была такая чтобы как раз обеспечить легкую выбор рекордеров и заменяемость их пользователем на площадке чтобы не быть привязанным к рекордеру который там идет от производителя но шаг для того чтобы иметь некий выбор такой вот на тот момент естественно единственным рекордером доступным для записи в 4k было кодекс аджа и джимина и сейчас появляется но я знаю что есть разработки которые ведутся с тем чтобы сделать вывести новые рекордеры на рынок может быть мы на наби услышим от кого-то об анонсе нового рекорда ну что есть еще вопросы может быть вот маша что-то расскажет спасибо на самом деле у меня несколько задач на такая ситуация когда летом мне позвонили французы скажешь надо ехать далеко на север и как бы выбрать камеру только кэнон концерт c300 и почему-то весь блок их фильмов который снимается в экстремальных условиях весь блок они снимали на акаде c300 они не подогнали аппаратуру достаточно очень очень грамотно скомпонованные и была только фото оптика только фото и поначалу я как-то не совсем понимала насколько это весомранно или нет но когда я оказалась тундра и оказалась ситуация действительно достаточно экстремальной то камера меня это порадовало потому что ну не сразу пока мне не привыкнешь не сильно она будет театрой но в принципе она действительно достаточно эгономичная и удобная и что мне понравилось действительно было кино кино что называется стоишь смотришь на картинку начинаешь снимать потом просматриваешь материал это действительно по пластике по качеству по цветопередаче оказался на камеру на каком-то очень высоком уровне потом они естественно материал перегоняли не могу утверждать что на пленку но и 10 делали достаточно высокого качества картинка должна была быть и моя связь с ними они говорят что все все было нормально все хорошо то есть да действительно температуры да то что очень плохие погодные условия плохое хранение могу сказать не особо можно было нигде ухаживать и конденсат и то что как бы все это камера выдержала дико боялась потому что не было ни чехла ничего не было удобно применялась длинная оптика ну длинная это потом я на слово скажу про олимпиаду еще Артем вспоминал эргономику вспоминал конус на самом деле действительно оказалось если кто-то держал конус из вас в руках те помнят эргономику этой камеры дело в том что в семидесятые годы на cd был разработан под конус специальный ручной штатив назывался нагрудник по-другому назвать это вот такая площадка которая крепится вешается на шею здесь на животе это площадка с чашкой и дальше вот сюда крепится вот такая полка ну как бы можно представиться как маленький монополик с головкой головка которую очень удачно поворачиваешь туда сюда причем это громадина значительно больше эта камера очень удобно стояла на этой на этой площадке на этой чашке можно было с этой камеры ходить целый день практически не уставая статика была абсолютно балансирует эту камеру экономично было бы очень удобно потом когда появились плечевые камеры как бы на 2 штате и она где-то валялся 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 и сейчас спустя года и хапы носит очень удобно я поставил к камеру на вот эту модель статистику и окажутся в нескольких случаях просто дикам безумно удобно да понятно что не насильно длинном не побегаете но но если вас дискретка или же какой-то музул достаточно широкого то там до 80 лет вполне вполне разумное решение и удобно на олимпиаде я пользуюсь этой камерой в ручном варианте на топ на 24 на 5 метров другого не было тоже можно было и упасть с этой камеры поставить на землю и как-то извернуться то есть в принципе хорошо работает и был как бы совершенно противоположный вариант когда оставили конструкцию который все нас раз дурели с 800 с экстендером еще добавил то есть от 1600 получал 1600 причем как бы все это стоял понять эта конструкция стояла на штате объективе не привечу это камерка маленькая они ходили вокруг припиши понятно что это бленда и вот это огромная конструкция что это объяснить они соображали понятно что уходить спрашиваете в обслуживании камера ну то есть я думаю что любой оператор спокойно ее изучит и как бы без видеоинженера совершенно нормально справиться камеры тут тут не нужно специальное обслуживание по поводу пикинга да вот совершенно нормальная была нормальная функция и очень не помогла потому что извините на 1600 вести фокус это это глаза сломаешь пикинг очень помогло почему такого розоватого цвета ты хорошо видишь этот пикинг и иначе прямо выше этих блок еле-еле это одну как бы пытаешься не выскочить и ничего так очень тренировка помогает по поводу недостатка значит я хотела сказать но уже говорили про аджи про то что я вообще никогда не понимала но проект был и конец и 500 нет внешнего сигнала я включаю как управлять только рекордера на джи и совершенно не понимаю идет запись у меня или нет вообще не понимаю точно так же с выключением то есть это только на рекордере я как бы вынесла вниз этот рекордер никак не могла понять есть записи не записи приходил во время съемки где отлично вообще был невозможен потому что это фокус вечный каждый раз ты начинаешь ломать голову включена у тебя камера или нет но наверно тоже к этому можно было бы привыкнуть но там такая проблема я до сих пор и не решила дело в том что аккумуляторы аккумуляторы то есть от же работал от аккумулятор своего вот эти аккумулятор которые они дух и сразу чем проблема либо это процесс работает с усиленной нагрузкой 1 5 10 быстрее чем если я писала на сам на флэш на на карте они почему их заряжай было невозможно постоянным они были на зарядке в чем проблема нет аккумулятор то есть я брала со своей ци 300 стороны 500 они же аккумуляторы они хорошие смотрите есть такой вариант во первых есть такой адаптер питания который позволяет запитать допустим все 500 батарейки типа антон бауэр или от любой большой есть 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 такие во первых батареек но адаптеры просто провод там с разъем и с батарейки чтобы запитывать и один вот я не знаю чем может быть вызвано то что быстро разрешалось батарея 15 минут и все и меня у вас были стандартный это же батарейка работал два часа совершенно нормально без проблем ставлю на c500 саджи к чуме над же есть питание свое 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 батарея она как бы достаточно долго тянет мы стали гадать чем проблем возможно усилий работ процесс может быть причем только адресовать это специалисты на вопрос хорошо это вот их иначе по поводу rapid это тоже была такая такая грустная история потому что делались пробы перед тем как поставлять в одном проекте рэды и делались пробовать перегонам на пленку и наш оператор постановщик сказал что в принципе качество картинки то что на видео мы крайне достаточно высокая но при этом не были сделаны пробы на rapid то есть понятно что сказать что снимаем раппида только на рейде потому что здесь чтобы включить раппида только 50 кадров в секунду из раппида 50 то что здесь есть это 50 а все раппида реализуются только рекордером но это 720 разрешения мы долго искали на c500 возможность если мы пишем на джи то есть опять таки вопрос специалистов почему надо я не могу писать раппида разрешение не может а почему потому что не может нет такой но к сожалению да с рекордером такая ситуация если говорить про гипрухлад во первых только прорез и нет возможности никакого раппида только стандартные чистоты с чем это связано непонятно потому что и те же и джимина и и кодекс и виси не точно также пишет на ssd вот и позволяет писать до 120 кадров то есть камера сама она отдает картинка то есть бери и пиши вот я надеюсь что вот в скором времени мы получим ну как минимум с этим одиссеем доступный рекордер вот который будет писать 120 кадров в секунду я думаю что это будет для но большинства задач достаточно я могу сказать что уже неоднократно эта статистика публиковалась то есть по последним опросу прошлого года штатах 65 процентов всего документального кино снята на кэма разным там на c300 на c500 там немножко на марки вот то есть это 65 процентов практически ну блинная доля вот и кстати сейчас выходит нить фоспит вот приглашаю всех его посмотреть потому что он снят на c500 это такой наверно сейчас первый блокбастер который сняли большей частью на c500 и оператор который выбирал именно камеру для съемки провел перед этим массу тестов которые все выложены в его блоге сравнивали и с алексой и с редом и с 35 миллиметров с пленкой то есть но и с блокмэджиком со всеми камерами очень подробные тесты причем сайт поисает картинки на всех уровнях яркости с пересветом с недосветом в общем абсолютно такой огромный труд научный почему выбрал в конце концов для метро спид снимать на c500 есть в интернете на в группе cinema eos russia куда многие уже спели зарегистрироваться выложен трейлер котором прямо по нарезке написано c500 3300 на какую камеру на какой объектив снимался тот или иной кусочек этого трейлера но и фильма соответственно целиком вот еще год назад появился материал собственно теста камеры которые проводились голливуде и вот сейчас можем видеть на большом экране и да кстати по поводу голливуда и всех этих фильмов наверное тоже видели вы номинантов на best pictures на оскар этого года значит из 8 картин естественно все сняты были на ари в том или ином виде и три из них включая волк уолл-стрит были сняты на c300 и на c500 то есть они использовались как волк уолл-стрит как камера для съемок там с коптеров с каких-то динамичных движущих сцен вот и не было никаких других только был в одном фильме там снимали вообще на все подряд включая gopro смысл в том что да и все там в интернет помнился вопросами где же black magic держать где они в номинаторах на оскар в общем это доказывает что за два года в принципе кэнон вошел уже как камера которая и на полный метр в голливуде номинациях на best pictures а матрица которая стоит во всех камерах c100 c300 c500 получила технологический эмми вот за свою технологическую проработанность и за те достижения которые там реализованы поэтому как инструмент для творчества я думаю что это очень хороший так что мы снимали феналки по хоккею нам нужно было срочно порвать как на мульнице автофокус хорошая камера разгонял что мы не можем сказать потерял но я надеюсь сентября пойдем посмотрим посмотрим сначала не со спит а потом как они кольца кольца мира есть такой маленький момент можно писать на две флешки одновременно это хорошо знаете ничего вот если вы где-нибудь работаете на протестном движении полиция хочет вас отобрать флешку вы достаете и отдаю да конечно лучше этим не злоупотреблять потому что к нам компания политически нейтральная то есть не позиционируется как инструмент для протестных съемок но с другой стороны можно с особо ценным материалом просто сразу после съемки двух раз на самолетах лететь не надо кофировать на чайке делать так как сразу автоматически делать по разным карманам блоком возможно еще раз в это немножко связано с камерой еще большая проблема большая проблема очень возникает когда ты работаешь под палящим солнцем когда ты долго звук снимаешь то есть это в экранчике практически ничего не видно потому что солнце туда светит на глазник пытаешься смотреть ты потеешь он у тебя запотевает моментально то есть ты снимаешь буквально я не знаю что да слегка снимаешь мне понравилось кстати говоря очень это решение было Sony PW3 реализовано они взятали экранчик в небольшую такую кабинку и в этой кабинке вот я смотрел даже по сильным солнцем видишь ту картинку которую ты снимаешь но на киноплощадках делают просто из поэтому на черную но это можешь сделать сам просто берешь и вот так черным тейпом это получается как коробочка на тейп черный мешочек в принципе как бы большая шляпа как говорят в игроках толковь еще это можно друзья есть какие то еще у нас вопросы и там кто-то может кто-то хочет еще сказать или мы заканчиваем у меня маленькая буквально реплика вот в дополнение к тому что Ирина Ройска сказала вот что звучал из зала вопрос про Black Magic в соотношении вот с этим да и вот как раз вот те условия которых рассказывала Ирина что в тундре там вот хлещущими там ветрами и всеми делами вот Black Magic испытаний такого не выдержало вот я правда в таких жестких условиях не снимал на Canon вот у меня все таки довольно тепличная была тепличная работа с Canon на игровой площадке но вот в таких же вот таких сложных условиях там камера там того же там класса другие отказывались работать вот слетали вплоть до того что сенсорный экран там под дождем и нажимают включают сами рапидельцы и кратер ну я должен поднести финальный финальную мантру она заключается в следующем по исследованиям прошлого года которое провела Китина игрового кино по загадам Минкульта мы выяснили что 34% нашей отечественной документальной индустрии снимает до сих пор в формате ПАУ то есть это ну как бы мы снимаем что-то для многих поколений мышей вот смотреть тоже никогда не будет и когда мы говорим 2к 4к это конечно очень здорово и хочется чтобы вы как-то подумали насчет рекордера который должен быть внутри несмотря на то есть обрезали бы вот наш демократический выбор вот и авторитарно поставили 4к значит рекордер внутрь может быть подумать об этом стоит хотя я думаю что наверное маркетинг за этим скроется адский вот но я надеюсь что мы нашими совместными усилиями гиди и канона мы как-то лучшие картины переведем на технически другой уровень но как бы что-то там будет по творчеству а вот эти усилия мне кажется наши совместные должны привести к тому что в кинозале люди будут видеть приличное изображение а не пал или а висе ежди есть такой еще кодек вот поэтому вот так а всем спасибо что пришли это было здорово мы очень волновались спасибо большое